Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Три гостя у нас сегодня в студии. Это руководитель проекта Babybox Лаура Звирбл. Здравствуйте. Доброе утро. Юрист проекта Babybox адвокат Юрис Бейкман. Доброе утро. Здравствуйте. И руководитель проекта Колыбель Надежды. Российский проект, насколько мы понимаем, аналог Babybox Елена Котова. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, со всех сторон сегодня посмотрим юбилей, отметим, как надо, надеемся. И ждем ваших звонков, конечно же, тоже. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. 8 сентября вот этот юбилей был. 10 лет Babybox изначально достаточно скептично относились. И все, наверное, можно так сказать, приходилось, наверное, сталкиваться со многим. И первый ребеночек в Babybox тоже появился не сразу, а спустя, по-моему, даже полтора или два года. Нет. Нет? Первый уже был через месяц. Через месяц. Да. Это в детской клинической больнице был первый. Да-да-да. И уже в 2010 году, уже после полгода, второй тоже в Рижском Babybox. А как вообще появилась эта идея? Насколько были какие-то аналоги, примеры зарубежные повлияли? Или это была инициатива? Мы начали вообще, ну, придумали, что надо такой проект в шестом году. Потому что там была, ну, довольно ужасная статистика. В территории Латвии были найдены примерно 10 мертвых младенцев. И, ну, так появилась идея. И наши коллеги поехали в Чехию посмотреть, как у них. И посмотрели этот проект. И нам было понятно, что, ну, надо посмотреть по законодательству, можно ли такой проект сделать в Латвии. Ну, так началась работа три года. Мы работали, пока нам было понятно, что и технически, и по правилам можно это все сделать в Латвии. И девятый год уже мы открыли первый Babybox. Почему такая идея была необходима? Почему просто женщины не могут, ну, скажем, в родильном отделении просто, ну, отказаться от ребенка, ну, как-то оформить эти все процедуры? Почему нужна такая форма? Ну, потому что эти все процедуры, они просто не хочут это все делать. Нужен был анонимный способ, как оставить ребенка. Потому что, ну, шестой год и статистика показывала, что лучше оставить где-то в мусорнике или, ну, в беззащитном положении, чем, ну, вот идти эти все процедуры и оставить легально. Завтра будет пресс-конференция, посвященная вот этому десятилетию. На сегодняшний день какие цели, какие, может быть, перед вами мечты еще, что на сегодняшний день можно сделать? Или вот есть уже количество Babybox'ов по Латвии, да? И, в общем-то, наверное, для нас уже и хватит. Ну, вот завтра будем, ну, посмотреть, как эти 10 лет проходили в нашей жизни проекта, да? Но сначала, когда мы открыли в Риге первый Babybox, вообще самого сначала нам казалось, вот один Babybox и все, да? Но когда мы открыли, нам было понятно, что никто из Даугавпилса или Свенспилса не приедет в Ригу, чтобы оставить ребенка, легче выбросить, да? И тогда мы сделали план, что в каждом регионе Латвии нужен один Babybox. Получилось, что надо сделать пять Babybox'ов, но так как Рейзакна и Мадонна сами хотели, чтобы поставили этот проект как проект профилактики, да? Так у нас получилось вообще восемь Babybox'ов. На данный момент не будем открывать ничего, потому что Латвия довольно маленькая страна, и нам хватает этих восемь. А сколько вообще детей было спасено благодаря... 47 детей за все 10 лет. Сколько из них усыновлены? Потому что мы знаем, особенно первое время, когда было внимание особое к этому проекту, каждый ребенок освещался в прессе, что вот оставлен, через несколько дней уже появлялась новость, что он усыновлен, потому что мы знаем, что и очереди на маленьких детей, совсем вот на малышей, они у нас, ну, очень большие, самые большие. То есть более старшие дети, они тяжелее. Вот этот процесс усыновления и, наверное, желание у родителей тоже, ну, вот с малышом быть с самого-самого детства. Ну да. У нас 41 ребенок в новой семье, и 6 возвратили обратно в биологическую. Вот это, наверное, с юристом хотелось бы обсудить, насколько это вот... То есть, ну, мы знаем, что женщины, кто-то признает это, кто-то не признает, что они, ну, разное состояние у них бывает, а послородовая депрессия, и там разные семейные обстоятельства, да, женщины иногда остаются одни, у них отчаяние какое-то, они не верят, что они могут с этим справиться. Но через несколько дней они начинают жалеть о своем поступке, и какие тогда у них есть инструменты и шаги. Да, есть возможность возвратить ребенка, то есть родители, или это отец, или мать, они идут в сиротский суд и говорят, вот я там, там оставил своего ребенка, я хочу его возвратить. Сиротский суд проверяет, почему этот человек оставил своего ребенка там, проверяет, действительно ли это он, делает тест, и есть и обстоятельства указывают, что ребенок может жить в семье, сиротский суд возвращает ребенка обратно. И это возможно сделать до времени, пока, если ребенок отдается уже в другую семью, то до решения суда о адаптации. После адаптации уже надо ждать, когда ребенку будет совершен, он сам сможет уже искать своих биологических родителей и решать, хочет ли он восстановить семейные отношения или нет. Вы сказали интересный факт, что может и отец тоже так же заявить свои права на ребенку. Почему бы нет, да? Нет, просто вот действительно обычно мы представляем, что, ну, скорее мать, но были ли вообще случаи, если говорить о том, что... Честно говоря, я не знаю, да, потому что если мы смотрим, что происходит дальше с ребенком, и процесс адаптации, он все-таки, ну, секретный, да? То есть по закону никто, кроме сиротского суда, не знает, в какую семью он уходит и что там дальше, они, то есть проверяют. А вот про секретность, вот это вот все перипетии, то есть ребенка отдали, потом его решили забрать, его отдают обратно биологическим родителям, это все как-то открыто, ребенок когда-то сможет увидеть, что в детстве с ним было такое, или все это забудут как страшный сон, и все, ты родился, все было хорошо, и просто фотографии там с 10-го дня твоего рождения, а не с 1-го дня рождения. Ну, в принципе, то, что мы советуем с проекта, и психологи советуют, что эта новая семья должны говорить, что он не родной ребенок, что он принятый, это помогает, ну, психологически, то есть, да? В принципе, эти новые родители, да, они могут не говорить по закону, но с точки зрения такой эмоциональной, наверное, надо говорить, да? И вот тогда ребенок может поднимать все информации, которая была в то время, потому у нас есть ящик, коробка под спутствие, в которой оставляются все вещи, которые были при нем, ну, и он потом может искать, ну, например, поставил там через прессу, что я вот оставлен в таком времени, и кто оставил, отзовитесь, ну, один из способов. И если там найдется 10 человек, которые скажут, вот я твой отец или твоя мать, ну, тогда уже там ДНК-то сделается, и он может как бы найти своих биологических родителей. 10 лет, ведь сейчас получается, что первому ребенку уже 10 лет, и вот как-то есть возможность, я не знаю, эту судьбу дальнейшую отслеживать никак? То есть, это вот они уходят в другую жизнь? Конечно, они первый год под защитой сиротского суда, да, там тоже новую семью там проверяют, как там он, как они живут, и как там все, но потом мы даже не знаем, в какой городе, в каком городе в Латвии этот ребенок живет. Так что, нет. авторы для того, чтобы эту тему сделать какого-то художественного. Ну, один фильм был, да, там латвийское кино сделали, сами сделали, да, но, скажем так, я не тот человек, который понимает, что надо так делать. Я думаю, что нет, потому что фильм – это фильм, жизнь – это, ну, совсем что-то другое. У нас в студии еще и представитель вот этих клубелей «Надежда», это аналог «В России» Елена Котова. Насколько вам тяжело, легко было в России этот проект начинать и осуществлять? Мы начали, ну, начнем с того, что мы практически скопировали опыт Латвии, за что большое спасибо Лауре, потому что мы вот буквально в Риге встретились, на некоторое время обсудили этот опыт. Где-то примерно 10 месяцев занял у меня процесс изучения законодательства, вообще возможности установки, и действительно очень много есть, ну, то есть основа взята в Латвии, да, реализация этого проекта. И я хочу сказать, например, у нас по возврату некоторых детей мы видели, то есть я видела, потому что усыновители могут прийти не только мама и папа, и может прийти бабушка и дедушка. И у нас была такая практика, когда биологически бабушка и дедушка пришли, ДНК-экспертизу прошли, и в принципе некоторые усыновители выходят, например, на нас сами, которые усыновили детей, которые я, ну, вот есть возможность у меня даже за них видеть, как изменилась судьба этих детей, и где они сейчас, как они растут, развиваются. Сколько в России вот в этих колыбелях надежды было оставлено? На сегодняшний день вот за 8 лет, в этом году 8 лет, как этот проект существует, в 8 субъектах Российской Федерации есть бейбоксы, 16 их, 97 детей оставлено за этот период, и 12 были возвращены в биологические семьи. И я еще раз повторю, что не имеет значения, это может быть мама, папа, бабушка, дедушка, все зависит там уже от ДНК-экспертизы, и чтобы установить непосредственно родство и обстоятельства там оставления ребенка. И бабушка с дедушка сейчас являются родителями для своего внука, и он абсолютно счастлив, когда даже пришли не с цветами, через пару-тройку лет. Но в России, наверное, есть своя специфика, потому что Латвия более маленькая страна, а очевидно, ну и у нас доехать до ближайшего центра, это может быть, ну там час, а как вот с расстояниями большими в России, насколько это… Здесь существует эта проблема, потому что вот мы сейчас разговаривали, рассказывали историю о том, что мы сделали очень серьезное исследование, 152 уголовных дела мы проанализировали, когда в отношении женщин, которые либо убивали, либо оставляли в общественных местах детей, мы хотели найти ту точку, ну, скажем так, невозврата, да, то есть как нам найти эту женщину, потому что в основном уже дети рождены в домашних условиях, не все они рождены в медицинских учреждениях. И из-за того, что сейчас женщины ищут, допустим, кто хочет отказаться от ребенка, они ищут какие-то варианты, но если в этот момент мы успеваем оказать помощь, то все, кто к нам обратились, за 5 лет существования кризисного центра, нам пришлось создать кризисный центр, потому что получилась ситуация, что однажды мне позвонили и сказали, вот девушка, вот ребенок, и вот им некуда идти. Ну и первое, да, я забрала их домой, потом начала что-то с этим думать, потому что действительно намного проще оказать помощь до того, как произойдет ситуация, когда она будет вынуждена оставить ребенка в бэби-боксе. И были созданы такие кризисные центры, но они тоже, их достаточно мало, и, ну, по крайней мере, по нашему центру там проходит порядка 300 семей. И когда она звонит и говорит, что там, допустим, работает бэби-бокс, она собирается там родить дома, потом она, значит, 12 часов хочет ехать на автобусе, чтобы оставить ребенка в бэби-боксе, тогда мы, конечно, стараемся эту ситуацию предупредить. Мы, если нет средств, забираем ее в наш кризисный центр, она может спокойно жить до родов. И, ну, вот у меня было два таких случая, с кем я, с кем мы родили двух девочек. Вот, и, в принципе, потом уже родители подключаются, потом уже бабушки с дедушками приезжают, родственники, и вся эта система очень мягко отрабатывается. И девушки, даже был случай, когда написали отказ, она уехала, и через 8 часов она снова позвонила и вернулась за ребенком. То есть для нас важнее предупредить, ну, спрофилактировать эту ситуацию. Ну, даже если уже оставили, единственное, что там очень короткий срок до момента усыновления, примерно 2 месяца, да, получается, когда мама может вернуться. Ну, мы тоже делаем на каждого оставленного ребенка объявление о том, что если кто-то из близких родственников, мама, папа, если вы хотите, возвращайтесь, мы вам окажем помощь. В Латвии вот этот вот срок есть 16 секунд, если я правильно помню, с момента, когда ребенок оставлен, и вот закрывается эта дверь уже навсегда. Почему вот эти 16 секунд? Это чисто технический момент? Или это вот на то, чтобы быстро принять решение, если вдруг… Ну, когда дверь закрывается, тогда 16 секунд их, ну, больше невозможно открыть снаружи, да. Через минуту, две минуты уже врач приходит и забирает ребенка. Но знаете как, ребенок не кукла. Ну, нельзя так положил, взял, потом опять положил, хочется, не хочется. Это довольно такое большое решение, да. Поэтому 16 секунд, и тогда, если передумаешь, тогда идешь в сиротские суды, и тогда дальше все. У всех бэби-боксов наверняка есть камеры. Ну, нет такого, что в наружные камеры отвечают? То есть вы не видите, как происходит этот процесс передачи ребенка? Нет, мы не знаем, кто положил, мама, папа, подруга, не знаем, ничего. Нет, это анонимные проекты, и никто не знает. Там даже стекла, ну, невозможно увидеть. Да, матовые. Вот был случай тоже, в прессе об этом писали, сообщали, что был оставлен ребеночек со свидетельством о рождении даже. То есть там были вписаны родители, получается, да? Да, был случай такой. Но насколько у нас есть информация, то этот ребенок взяла бабушка, да, то есть он как бы в семье все равно остался. А вот опыт теперь уже вот просто российских вот кризисных центров, которые пытаются предупредить подобные ситуации, потому что действительно ведь этому решению должны предшествовать какие-то достаточно драматические события в жизни молодой мамы. И, может быть, ну вот, разобравшись вовремя, поняв, что толкает женщину на такой шаг, можно заранее уже эту ситуацию исправить, ну, во всяком случае, помочь. Вот в Латвии такого рода кризисные центры, насколько они предупреждают? Около каждого бэйби-бокса стоит номер телефона, где можно круглосуточно звонить и получить не только психологическую, но и практическую помощь. Это тоже как бы первый шаг перед бэйби-боксом, да? Мы умоляем, звоните и вам поможет, да? Так что у нас тоже это сеть кризисных центров в Латвии. Оставляют ли записки, как часто это происходит вместе с детьми, чтобы рассказать историю, почему так? Может, кто-то оправдывается за свои действия? Да, но не все дети положены вместе с этой запиской, но есть такие случаи, есть такие довольно технические информации, там, какие прерывки, да, правильно, сделаны, когда ребенок родился, ну, так, чтобы врач по факту знал, что происходит. Но есть такие эмоциональные, где биологические родители, там, скажем, хотят такое имя, чтобы поставили, или какое-то пожелание ребенку, да, или, скажем, я очень-очень тебя люблю, но у меня состояние такое, что я не могу быть с тобой. Ну, такие фразы, да. Это все ложится в этом коробке попутствия, да, и потом это эти вещи, те, которые с ребенком попадают в новую семью, и он потом может, да, увидеть это все. Ну, вы рассказываете, это, конечно, очень эмоциональные моменты, как вы с этим справляетесь? Вам не нужна самим помощь, не знаю, психологов какие-то моменты? Знаете, как, сначала было так, что мы тоже, вот, как положили ребенка, так, ну, эмоционально это было и трудно, и очень, ну, хорошо, потому что он не в мусорнике, да, он попал в надежные руки, и там ему все будет в порядке, да. Ну, сейчас этот проект уже 10 лет, мы привыкли, там разные ситуации, нам тоже на email пишут, ну, не знаю, не знаю, кто пишет, но пишут истории, да. Скажем так, там женщина, нет, уже три женщины написали, что беременность после изнасилования, да, и она родила ребенка, хотела его оставить, потому что она верующая, да, но не может справиться психологически, ей ребенок напоминает это все, и поэтому она оставляет. Есть такие случаи, когда у мамы, мама одинокая, одиноковая мама, да, и она узнает после родов, что она очень сильно больна, да, и там рак груди, например, там агрессивная форма, да, и ей осталось жить полгода, и она сама придумала, что, ну, лучше оставить, и он будет в новой семье, чем, ну, пойти в сиротский суд и оставить в роддоме, в этом, парнем, в детском доме, да. Ну, вот, истории разные, да, поэтому нельзя там судить, или ты прав, не прав, хорошо, что ребенок все нормально, его любят, он надежная семья. Ну, наверное, надо уточнить, что те, кто пишет, или зонт, мы не знаем, они оставили или не оставили потом в бэби-боксе ребенка, да. Да, мы не знаем этот ребенок и этой истории, нет у нас такого линька. Нельзя сопоставить, что ли? Вот я у вас хотела, Юрий, спросить, получается, что вот эти детки, которые оставлены в бэби-боксе, они, ну, то есть в детском доме усыновить тяжелее, чем вот в бэби-боксе, у них как бы право первой руки, грубо говоря, или как это происходит? В принципе, да, тогда, когда ребенок оставляется в бэби-боксе, информация с больницы идет в полицию, Средский суд и Министерство благополучия, и, в принципе, Министерство сразу же, как узнает, что есть такой ребенок, там стоит очередь с новым родителем, который хочет таких младенцев, и дается им информация. Ну, там уже процедура, которая не проходит по дням, что они должны сделать, и чем быстрее с больницы ребенок попадает в новую семью, тем лучше, да, то есть этот детский дом как бы мы обходим таком, да, и там уже дальше до шести месяцев они могут в этой новой семье жить, пока принимается решение о том, что ребенок может, ну, и эти отношения новые семьи завязывать, да, и тогда уже принимается в Сверотском суде решение, и они могут идти в суд, делать адаптации, то есть закон указывает до шести месяцев, но, насколько я знаю, в практике это делается быстрее, да. Елена, как Вы эмоционально справляетесь вот с этими моментами, со всеми? Ну, дело в том, что, действительно, мы тоже собираем коробочку на будствие, которая была оставлена с ребенка, он нас оставляет и с записками, и со свидетельствами о рождении, и с документами, и даже есть со страховым полисом. Можно сказать, что, ну, если циничный так посмотреть, что очень не подготовлено. Ну, был вот один такой случай в практике, когда, ну, я хочу сказать, что вот за 8 лет мы проанализировали, что если родители, когда остается ребенок, и мы обращаемся, что он хочет, вы хотите вернуть, Если не возвращаются родители в первую неделю, то они потом уже не возвращаются. Ну, может быть, через года, но вот пока у нас такой истории не было. Есть два случая, когда возвращались через два месяца. Через два месяца писали тоже нам на электронную почту, звонили, мы устанавливали контакт. В одном случае, в обоих случаях были приготовлены все документы для того, чтобы мама могла забрать ребенка, и они не забирали. В одном случае мы занимались целый год. Она жила у нас в кризисном центре, то есть мы целый год занимались тем, чтобы, ну, установить родственные отношения, чтобы подготовить ее к возврату ребенка в семью, потому что он уже находился, ну, временно в приемной семье, так как был... Как только мама написала заявление, ребенок останавливается в процессе усыновления, никто не может забрать. Вот. И могу вот сказать, что мы проанализировали, и получается, что если кто вернулся в первую неделю, то, да, там можно, есть с чем работать, есть возможность соединения ребенка с биологической семьей. Там, кто вернулся через два месяца, даже если ты сделаешь все возможное, вот я помню, мы расставались, у нее на руках были документы о том, что установлены родственные отношения, ей нужно было физически просто доехать и его забрать, потому что она не была ни лишена, ни ограничена родительских прав, чего она уже не сделала. И, ну, и, наверное, слава Богу, что она его оставила там, все-таки они где-то на улице. И у нас еще появилось, вот если мы смотрим по статистике, что с 2013 года 95 случаев, например, в год найденных погибших, скажем так, детей, то на 2018 это уже 51 случай. У нас статистика изменилась по России в половину. Мы запрашиваем каждый год в МВД именно по статье, когда находят таких детей уже погибшими. Поэтому я считаю, что сам проект работает. Более того, сама сеть кризисных центров, ну, в той или иной степени начинает развиваться и начинает, она еще пока не, нельзя сказать, что она работает в полную силу. То есть вот сама система профилактики, самый важный момент, он пока у нас, конечно, не отработан настолько. То есть у нас ребенок в государстве рассматривается органами опеки, там, и защитой его прав отдельно, как бы от семьи. Ну, то есть вот только в интересах ребенка. И не учитывается, что даже если ты учитываешь только интересы ребенка, что он не находится отдельно от родителей, от семьи, даже какие бы, ну, там, сложности не были. Вот. Но мы, опять же, если у нас появляется возможность установить контакт с бабушками, с дедушками, у нас было так, пришел отец, сказал, что оставил ребенка, что они оставили ребенка. Потом отец отказался, потом пришли бабушка с дедушкой. Ну, к этому моменту мы уже установили взаимоотношения. И у нас был момент, когда никто не хотел возвращать его. И я просто сказала, давайте им вот так, это точно не мой ребенок. То есть вот вы сможете дальше жить и спать спокойно, не зная ответа на этот вопрос. То есть вы не будете его себе задавать через 5-10 лет. То есть это не будет мешать вам. Потому что задать сейчас ДНК-экспертизу и узнать, ваш или не ваш, это гораздо проще, потому что потом вы никогда на этот вопрос не ответите. И вот я хочу сказать, что благодаря бабушке вообще вся эта история сложилась очень как бы удачно. Потому что она услышала меня, настояла на том, что нужно сделать. Сделали в итоге ДНК-экспертизу по дедушке. И ребенок остался в биологической семье. Потому что когда она уже пришла на экспертизу и увидела ребенка, она сказала, мне никакая экспертиза уже больше не нужна. Ну, то есть это наш. Поэтому здесь очень важно не занимать позицию, знаете, такое норвоучительную. Тут очень важно понять, скажем так, понять, простить этих людей. Ну да, они оказались в этой ситуации. Конечно, мы, например, не выходим на контакт с теми, у кого была беда. Я иногда, вот как вы говорите про истории, у нас все было и фильмы, и легенды, и истории, и еще что-то. Но я всегда говорю, мы появляемся в тот момент, когда людям очень плохо. Ну, то есть это не радостный момент в их жизни. И поэтому возвращаться и узнавать, и как у вас дела, то есть вы, пока они сами не приходят. Ну вот у нас есть такая история, когда есть и мамы, которые сами через год-два звонят, рассказывают, как у них дела. Или там в Инстаграме можно подписываться и показывать, как они растут, и как у них все хорошо складывается. Есть те, кто усыновленные детишки, тоже усыновители, сами выходят на контакт. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, есть у вас еще время задать свои вопросы. У меня вот вопрос, например, есть ли какая-то статистика, где все-таки эта проблема более актуальна. Потому что, ну, как бы есть такое предубеждение, что в сельской местности более, ну, женщины боятся какой-то огласки, то есть для них какие-то репутационные в городе более, как бы, свободные. Или бэби-боксы обычно в крупных центрах, хотя, может быть, они более актуальны были бы для глубинки какой-то. Вот смотрите, согласно исследованию, мы когда смотрели уголовные дела, ведь 90% женщин имеют уже детей. Это не место жительства имеет значение, это имеет значение конкретная ситуация в конкретной семье. И когда она сталкивается с этой ситуацией, у нее есть, например, двое детей, самое большое количество женщин, у которых есть двое детей. Все эти женщины характеризуются, не имеют судимости, вот 90%. Все эти женщины характеризуются очень положительно на работе. Все эти женщины пытались найти какой-то выход из ситуации. Но наступает точка невозврата, когда они закрываются, когда они уже понимают, что они не могут сделать аборт, они не могут найти какую-то поддержку. И в этот момент они начинают поиски решения этой проблемы. Все, она один на один с этой проблемой. И для нее расстояние не имеет значения. То есть она будет лететь для… Любая женщина, какая бы она ни была, хорошая, плохая, любая, хочет сохранить жизнь своему ребенку. Абсолютно. Просто есть обстоятельства, когда она может это сделать или нет. Или, например, у них есть предубеждение, у нас такая, вот в уголовных делах, когда мы читали уже решение судов и изучали эту проблему, они говорят, что если я откажусь от этого ребенка, у меня заберут двух других. Но это не так, не обязательно, ну то есть это совсем как бы не связанные вещи. И большинство женщин, не имеющие высшего образования и не умеющие выстраивать, скажем так, цепочку событий, которые будут происходить. Поэтому очень такой интересный получился портрет женщины. Да, и на самом деле проект не только сохраняет жизнь ребенку, она вообще, по сути, сохраняет и женщине жизнь, и других детей сохраняет. Потому что что хорошего, она убила или там оставила, ребенок погиб, ее, значит, посадили в тюрьму, и двое детей уехали в детский дом. Или она оставляет в бэби-боксе, да, с ней можно еще, еще можно какое-то время работать. Или дети остаются с ней, которые ее любят и не уезжают в детский дом. То есть, по сути, тут сохраняется не только тот ребенок, который оставлен в бэби-боксе, но и те дети, которые есть уже у этой женщины. Вот у нас в Энспосе, да, по-моему, был случай, когда женщина с ребенком прыгнула с моста в отчаянии, потому что вот она не могла найти решение с какой-то ситуацией. А в Латвии вот этот портрет, оставляющий в бэби-боксе женщину, можно нарисовать? Наверное, сиротский суд лучше знает это, да, но, насколько я знаю, в Латвии это очень такие, ну, несовершенно летные мамы, да. Ну, тоже у нас есть случаи, когда уже нормальная семья где-то, уже третий-четвертый ребенок, да. Ну, есть такие одинокие мамы, да. Ну, да, как я сказала, трое детей это после изнасилования, да. Есть ли какое-то решение для тех мам, которые забирают обратно ребенка, то есть, ну, какой-то надзор, ну, потому что одно дело, хорошо там в приемной семье следят, но вот как если женщина отказалась от ребенка, затем забрала его назад, есть ли какой-то, ну, надзор за тем, как она будет за ним ухаживать, обращаться, то есть, ну, вот, если она уже, был какой-то момент, когда она была готова… Это в Сиротский суд, это в Сиротский суд, да. А вот вы сказали, Лаура, про верующих женщин, которые тоже, да, ну, видно, что они верующие, и вот была информация, что в Мэнспилсе при открытии бэби-бокса его осветили. Вот это при каждом бэби-боксе чья это инициатива, чтобы… Каждому? Да, только первый бэби-бокс, там не было, не было этого ритуала, да, но потом уже все остальные, это там уже, да. И как церковь к этому относится, это все-таки такой момент? Очень хорошо, очень хорошо, да. Ну, как мы знаем, церковь против абортов, да, и они, да, одобряют. А скажите, а в России ситуация? В России мы начали с того, что запросили сначала все конфессии, и абсолютно во все официальные конфессии, которые существуют на территории Российской Федерации, мы отправили письма и переговорили, чтобы они выразили свое мнение. То есть с этим нам было, ну, там легче, понятнее работать. У нас есть поддержка от всех конфессий, только есть один момент с Русской Православной Церковью, где разделились мнения «за» и «против». Но это на сегодняшний день вынесено такое решение, что каждый, скажем так, приход принимает свою собственную, каждый священник может высказать свою точку зрения, но он не может говорить, как за всю церковь, может высказать свою точку зрения. Поэтому, ну, будем считать, что, хотя у нас есть официальная поддержка, допустим, от Пермского края, где был первый бейбокс открыт, и, конечно, много поддержки в других городах, где они были открыты. Хотя, конечно, мы столкнулись с большим движением, когда пытались закрыть бейбоксы, и на сегодняшний день у нас за 8 лет 6 законопроектов было внесено за бейбоксы, и один законопроект был, чтобы закрыть бейбоксы и привлечь к уголовной ответственности всех, кто принимает участие в открытии бейбоксов. Какая причина? Ну, что не устраивало? Ну, причины, они, конечно, были самые, ну, такие, одиозные, скажем так, от торговли на органы до поедания, до, ну, то есть, такие совсем, как бы, серьезные. Вот мы знаем, что сейчас Генассамблея ООН проходит, и были новости, что ООН против бейбоксов выступает. Чем не угодили им? Да, такой случай был несколько лет назад, когда они хотели закрыть вообще бейбоксов, но, наверное, опять сказать, что Латвия была первая, которая реагировала, и у нас была переписка с ними. В конце концов, они затихли, да, потому что, если мы сопоставляем жизнь ребенка или право расти с биологическими родителями, да, то, наверное, в первую очередь надо смотреть на жизнь, а не на семью. Да, то есть, жизнь ребенка главнее. Ну, так, и закрылся этот вопрос, скажем так. Ну, да, к нам тоже приходили письма из ООН и рекомендации по всем странам закрыть, где везде эта практика существует. Но дело в том, что вот на сегодняшний день в России бейбоксы работают в рамках правового поля. Нет отдельного закона, который бы регулировал эти взаимоотношения или там установку бейбоксов, но сами бейбоксы не нарушают ни один закон Российской Федерации. И поэтому все дети, которые находятся, они становятся под опекой государства и, ну, опять же, сама страна может принимать решения, да, нужны, нужна ли такая практика или нет. Но вот судя по российской статистике, да, мы видим, что там в два раза снизилось количество в год найденных детей, то есть, или, говорю, около ста случаев в год. Ну, я понимаю, что Россия большая страна, но каждый месяц, когда мы мониторили эту историю, до того, как открыли бейбокс, у нас было до 24 случаев ежемесячно. Ежемесячно, когда детей находили либо в подъезд, ну, кто-то был там еще жив, кто-то уже был мертв. От 16 до 24 случаев каждый месяц. Это ужасная статистика. И сейчас, например, по нашему краю и вообще, где есть бейббокс, и где есть кризисные центры работают, вот мы сейчас их тоже так в паре смотрим, везде по этим регионам снизилась статистика в таких случаях. Наше время уже подходит к концу, наверное, последний вопрос задам. Кто в Латвии поддерживает этот проект? Насколько много хотелось бы еще, 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 да, сейчас не надо, может быть, открывать новые бейббоксы, но проект все равно надо поддерживать у людей, которые посвящают этому время себя. Наша правая и левая рука – это латвийский детский фонд. И это жертвование всей, ну, каждый, кто хочет, может там свои деньги подчислить. И то, что нам надо смотреть, чтобы все бейббоксы работали. Техническая проверка. И, ну, да, так что так и живем. Ну, вам хватает или хочется еще? Вы делали запрос, может быть, там, вот бюджет сейчас рассматривают, может быть, и вам было бы неплохо что-то получить. Я думаю, что очень многим надо побольше, поэтому нам все хватает. Спасибо. Спасибо вам. Да, руководитель проекта «Бэби-бокс» Лаура Звирбул, юрист проекта, адвокат Юрис Бейкманис, руководитель проекта «Колыбель надежды» в России Елена Котова. Спасибо, удачи вам еще не одно десятилетие проработать.